Спасибо. Часто мы произносим слова благодарности практически машинально и даже не задумываемся об их значении. На разных языках мира благодарность друг другу принято выражать посредством различных пожеланий. Например, в русском языке слово «спасибо» имеет религиозный подтекст. Оно происходит от благодарного пожелания «спаси Бог». В азербайджанском языке «саул» — это пожелание здоровья и благополучия. Спасибо. 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 О том, почему так важно говорить друг другу «спасибо», не задумываясь, могут рассказать и дети, и взрослые. Мне кажется, что слово «спасибо» является одним из самых драгоценных слов в этом мире. Потому что, когда друзья делают добро, надо делать «спасибо», а не говорят «пожалуйста». Ну, потому что добро должно быть добром. Никак нельзя встретить человека. Если ты сделаешь ему добро, естественно, и он к тебе. Ты улыбнешься, и он улыбнется, как говорится. Это знаки приличия, наверное, самые первые. Когда и кем был учрежден Международный день «спасибо», доподлинно неизвестно. По одной из версий, его придумала компания, производившая поздравительные открытки. Так или иначе, но идея настолько прижилась, что 11 января мы отмечаем Международный день «спасибо». Благодарить друг друга в этот день особенно приятно. Я хочу поблагодарить всех своих друзей. Я их всех хотел с этим днем поздравить, кто нас увидит из наших друзей. Ну и остальных даже незнакомым. Я хочу пожелать, чтобы чаще улыбались, чтобы Баку всегда был лучшим городом. И я хочу, чтобы люди здесь тоже были всегда такими. Чтобы мир был добрее, чтобы был мир на земле, чтобы не было войн. Вот это самое главное. Слова благодарности, можно сказать, обладают удивительными и даже согласно повериям многих народов, магическими свойствами. Согласно исследованиям психологов, когда мы говорим друг другу «спасибо», мы заряжаемся положительными эмоциями. Причем неважно, благодарим мы кого-то или принимаем благодарность. А значит, говорить друг другу «спасибо» нужно гораздо чаще. Лила Курбанова, Руфат Олегперов, CBC.